Привет, друзья! С вами Тимур и вы смотрите канал Настолки Лайв. Чем ближе к Новому году, тем меньше информации поступает от разработчиков и издателей, но я все же сумел наскрести для вас несколько любопытных новостей за прошедшую неделю. Так что устраивайтесь поудобнее и погнали! Начнем, пожалуй, с новости бомбы, взорвавшей настольное сообщество в начале недели. Айзек Чалдрос неожиданно для всех анонсировал выход самостоятельного продолжения для одной из самых популярных настольных ролевок Gloom Heaven под названием Frost Heaven. История продолжения развернется вокруг одноименного форпоста на севере города White Oak, известного всем, кто играл в Gloom Heaven. Участникам предстоит взять на себя роль наемников и не дать поселению стать частью истории, защищая его от чудовищ и природных стихий. В коробке с игрой мы найдем 16 новых персонажей, более 100 сценариев, 25 новых врагов и около 100 новых предметов. Некоторые механики первой игры были пересмотрены и доработаны, так что многие уже успели окрестить ее Gloom Heaven 2.0. Шанс узнать, так ли это, представится аж в 2021 году. В следующем году выйдет игра под названием Jurassic Parks. Она предложит участникам стать палеонтоводами и вести раскопки останков доисторических ящеров. Игроки будут откалывать от общей каменной массы куски, собирая части скелетов динозавров. Игра будет использовать такие механики, как Area Control и сбор сетов, а участники смогут выбрать для игры одного из шести уникальных персонажей. Напоследок отмечу, что художником игры является человек, подаривший нам прекрасный мир Эверделла. Игра под названием Dark Ages выйдет в следующем году и обещает нам много всего. Во-первых, это игра цивилизации со всеми аспектами развития государства, которая, кроме прочего, будет использовать несколько евромеханик и уникальный механизм выбора действий. А на сдачу предложат еще и соло-вариант. Во-вторых, это сразу две игры. Одна про Западную Европу, вторая про Центральную. Версии будут отличаться только игровыми полями, рассчитанных на четырех человек. Но создатели предлагают объединить их в одну огромную карту Европы и сыграть восьмером. Сколько времени в таком случае займет партия, не сообщается. В январе следующего года компания RS Games в сотрудничестве с нашей студией игрологии выйдет на Kickstarter с игрой под названием Masters of the Night. Полностью кооперативная игра расскажет о нелегкой судьбе семьи вампиров, которая прибыла в новый, незнакомый для себя город. Участникам предстоит управлять пятью вампирами с различными способностями для контроля во всех районах города и подготовки ритуала Кровавой Луны. Кроме того, на семью будут охотиться инквизиторы, с которыми тоже придется как-то справляться. Звучит любопытно, а игра оформлена очень здорово. Давайте же пожелаем игрологии удачи! Компания Portal Games анонсировала следующее дополнение для своей новой серии «Поселенцы Империи Севера». В этот раз игрокам дадут возможность поиграть за различные кланы Римской Империи. Две колоды принесут в игру новые механики для создания своего государства, а также новые карты островов. Выход дополнения запланирован на первый квартал следующего года. До конца этого года выйдет соло-игра под названием «Twisted Fate – Ковбойс vs. Алиэнс». Участнику предстоит управлять отрядами ковбоев и защитить свой город от вторжения пришельцев. Разыгрывая карты навыков и оборудований, игрок будет сдерживать нашествие как можно дольше. Не дайте проклятым пришельцам добраться до вас. Колода строительных игр мало не бывает, поэтому в следующем году нас ждет выход нового представителя жанра. В игре под названием «Clash of Mirial Armies» нам предстоит создавать колоду из отрядов и укреплений, чтобы суметь пробить брешь в обороне противника и противостоять натиску других игроков. В игре Blade Runner 2049 Nexus Protocol нас ждут скрытые роли и поиск репликанта. Каждый игрок получит свою роль, например, детектива, обычного гражданина или даже всем известного Рика Декарта. Участникам предстоит выяснить, кто же из них не является человеком. Задача репликанта станет всеми правдами и неправдами не дать раскрыть себя до конца партии и не быть устраненным. Игра от компании VizKids поступит в продажу в первой половине следующего года. Для любителей игры роскошь и комиксов Marvel компания Space Go Boys подготовила специальную версию под названием Splendor Marvel. Вместо пейзажей знатных особ на картах будут красоваться Мстители, Люди Икс и даже сам Танос. А вместо драгоценных камней мы, очевидно, получим Камни Бесконечности. Издательство Evricus анонсировало локализацию игры Opal от компании Runes Edition в следующем году. Это быстрая захватывающая карточная игра для двух человек. Участникам предстоит разыгрывать карты в нужный момент, чтобы набрать как можно больше победных очков до конца игры. Стоит обратить внимание, что Opal — это переосмысленная версия игры Dragonheart 2010 года только с двумя вариантами правил. Кроме этого, обновленная версия была теплее встречена с западными игроками, судя по оценке на сайте BoardGameGeek. Так что ждем теперь ее и в России. В следующем году компания Gaga Games привезет к нам игру под названием Cat Cafe. Игроки будут обустраивать кафе для котиков и все это на модной нынче механике Roll'n'Ride. Игра простая, выглядит очень мило, а судя по размеру, должна быть еще и не очень дорогой. Издательство Стиль Жизни внезапно выкатило на этой неделе аж целых два анонса. Первый из них немного неожиданный, так как это локализация игры 1982 года Survive Escape from Atlantis. В этой очень конфликтной игре участники пытаются спастись с островов Атлантиды, которые начали уходить под воду. Второй анонс касается выхода в первом квартале следующего года четвертой редакции игры Талисман. Давненько мы не видели ее на русском на полках магазинов, и до недавнего времени игру можно было купить только на барахолке. Будут ли к ней изданы дополнения на русском, пока не сообщается. И последнее. Компания Звезда спойлерит разработку игры с вот такими милыми фишками. О чем она будет, пока держится в секрете. Но известно, что дизайном занимается автор игры Гонки Ёжиков. Подробнее о предстоящей новинке издатель поведает теперь уже в следующем году. Вот и все, друзья, что я смог найти для вас на сегодня. Делитесь новостями, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и непременно играйте в разные игры. Издательство Стиль Жизни внезапно выкатило на этой неделе аж два анонса. Первый из них немного неожиданный, так как это локализация игры 1982 года... Она настолько старая, что не помню, как она называется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...